Время новостей на телеканале Север. Студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Ненецком округе участились выезды на зимнюю автодорогу на Ринмар-Русинск, когда она закрыта. Несмотря на все запреты, автовладельцы вновь подвергают себя и пассажиров опасности. Неравнодушные люди продолжают оказывать помощь семье Никоновых из села Тельвиска. На сегодняшний день на лечении Мстислава собрано почти 20% от необходимой суммы. Домой с медалями. Юные гонщики на Ринмара покорили Усинск. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. Никогда не будет стар. Красный город на Ринмар 10 марта отмечает 87 день рождения. По историческим меркам, совсем молодой город имеет славное прошлое. Он растет и развивается на наших глазах. Годом основания Красного города на берегу реки Печоры официально считается 1935-й. Тогда поселению присвоили гордое звание город. Наринмар начали строить в 1930 году на правом берегу реки Печоры. В этом месте в то время располагалось урочище Белощелья. Год спустя в Наринмар перенесли центр округа. А 10 марта 1935 года на карте появилась новая административная единица. Деревянные дома, деревянные тротуары. Постепенно их сменили на новые современные здания. Год от года город растет и ширится. Но душа, неповторимая атмосфера северного города за полярным кругом остается неизменной. Как повлиять на водителей, которые отправляются за пределы региона по зимней автодороге, несмотря на запрет из-за погодных условий и подвергают опасности себя и пассажиров? Об этом шла речь на оперативном совещании главы региона Юрия Бездудного. Исполняющий обязанности руководителя профильного департамента рассказал, что сейчас зимник открыт для всех видов транспорта. Дорога в хорошем состоянии, но на прошлой неделе с 26 февраля по 2 марта движение по дороге из-за погодных условий было ограничено. Несмотря на предупреждение о запрете выезда, находились водители, которые отправлялись в дальний путь, тем самым подвергая себя и своих пассажиров опасности. Так, 1 марта спасателями был эвакуирован автомобиль, проехавший на зимник под знаком «Проезд запрещен». В этой истории с выездом на зимник, когда по метеоусловиям нельзя этого делать, самое главное, что люди эти, они подвергают свою жизнь, жизнь своих близких опасностей. И не разу же было, когда они выезжали, были маленькие дети в салоне машины, нужно было спасать машину, семью. Это полное безрассудство. И здесь, конечно, нужно отработать механизм, чтобы потребовать от них выполнения, скажем так, запретительных знаков. Как сообщил Павел Масюков, на сегодняшний день проработан вопрос о составлении административных штрафов для тех, кто, несмотря на запрещающий знак, все же решится поехать по зимней автодороге. Сейчас мы вместе с ГОЧС и ГИБДД отработали о том, что те, кто, так сказать, приедут, и тех, кого будут эвакуировать, вынуждены будут эвакуировать, к ним, так сказать, вместе с представителем ГОЧС будет представитель ГИБДД, который будет составлять административный протокол за въезд под знак «Въезд запрещен». Вплоть до, так сказать, того, что будет лишение прав. Еще одна тема еженедельного оперативного совещания – подготовка к съезду оленеводов, который состоится 26 марта в Наринмаре и форуму коренных малочисленных народов Севера. У нас квоты, создан организационный комитет. По положению за две недели до мероприятия должны получить одобрение, распадки надзора, поэтому сегодня-завтра ждем от них письма. В начале апреля планируем съезд коренных мучных народов Севера. По работе двух съездов традиционно создается резолюция, по которой будет выстроен дальнейший план работы. Анастасия Саботович, Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Трепичная русская кукла как образ исторического и культурного наследия страны. На днях состоялась выставка «Волшебная руки творящая» в Центре декоративно-прикладного творчества Этнокультурного центра. Свои работы представила Елена Поздеева. Подробности далее. Елена Поздеева занимается многими видами декоративно-прикладного творчества. Но именно изготовление русской народной тряпичной куклы особенно откликается в ее сердце. Занимается созданием таких кукол с 2008 года. Шитьем увлекается с детства. Ну вообще в детстве, конечно, я тоже много шила. Для кукол я очень много шила. Со своими любимыми сестрами. На дискотеке мы посещали. В дискотеке всегда у нас были новые наряды и выкройки из модных журналов. Локация для проведения выставки символична для Елены. Много лет назад на первый мастер-класс в своей жизни она попала в это здание к Марине Маргось. Вот уже 15 лет мы наблюдаем этого замечательного мастера, ее рост. Я всегда отмечаю, как на мастер-классах с удовольствием она внимает тому, что ей предлагают мастера. Наша героиня работает воспитателем в детском саду «Аннушка». В саду ведет семейную мастерскую «Берегиня», участниками которой являются родители и дети. Передает умения своим воспитанникам. А умеет она многое. Занимается она войлоком, занимается она куклой. И скажем даже так, что кукла – это одно из основных и любимых занятий Елены Николаевны. Ну, конечно, что-то где-то я посещаю мастер-классы, да. Может быть, что-то уже увижу где-то, какие-то изюмники на мастер-классах вижу. Поэтому что-то уже появляется свое. Экспонаты на выставке предельно понятны. Для этого не нужно никаких объяснений. Куклы откликнулись в сердце каждого. То есть, смотришь, например, на эти куклы, понимаешь, что это связано с глубокой стариной. Возможно, кто-то из предков у нас точно так же ходил, одевался и так далее. То есть, это образы, которые нас переносят куда-то там в прошлое, да, либо в настоящем, где-то там откликаются. Тряпичные куклы-обереги – наследие народа с древних времен. Никогда не утратят актуальности. В немецком округе продолжается сбор средств на лечение и операцию подростка из села Тельвиска Мстислава Никонова. На сегодняшний день собрано порядка 9,5 миллионов рублей. Это почти 20% от необходимой суммы. Неравнодушные жители нашего региона активно подключились к сбору помощи не только финансовой, но и моральной. Продолжение следует... Он у меня крепкий, сильный, всегда на позитиве, поэтому расслабляться ему не даем. Нужно бороться, нужно верить, нужно надеяться, что все будет хорошо, что он поправится. Огромную помощь и поддержку нам сейчас оказывают жители округа. Восстановительный период протекает медленно. Показатели крови нестабильны. Мальчик продолжает получать антибактериальную и заместительную терапию по переливанию компонентов крови. Как только показатели крови поднимутся, появится возможность провести необходимое обследование, после которых будет понятно, вошел Мстислав в ремиссию или нет. В любом случае, при стабильных положительных показателях крови нужно будет срочно принимать решение о перелете на лечение в израильскую клинику «Шнайдер», врачи которой готовы провести операцию по трансплантации костного мозга и дать подростку шанс на жизнь. Общая стоимость лечения и операции – порядка 350 тысяч долларов. Для семьи Никоновых это огромная сумма. Жители округа очень активно подключились. Огромное, большое им спасибо, низкий поклон материнский за оказанную помощь, которую они сейчас проводят. Очень большая работа идет в соцсетях по привлечению и помощи от жителей. Сейчас, пока Мстислав находится в тяжелом состоянии и показатели здоровья после высокодозной химиотерапии упали, разрешения на перевозку нет. Тем не менее, неравнодушные жители нашего региона не остаются в стороне. Проводят различные ярмарки, лотереи и акции по сбору средств для Мстислава. Собрано почти 9,5 миллионов рублей. Это около 20% от нужной суммы. Мстислав, выздоравливай, мы с тобой. Дорогой Мстислав, мы желаем тебе скорейшего выздоровления. Мы надеемся, что твоя жизнь наладится и все у тебя будет хорошо. Мстислав, я очень надеюсь, что ты все-таки соберешь ту сумму, до которой так идешь. Я с тобой. Мстислав, я надеюсь, что ты наберешь ту сумму, которая тебе нужна, и ты поскорее выздоровеешь. Я с тобой. Мстислав, выздоравливай поскорее, у тебя все обязательно получится. Дорогой Мстислав, мы всем городом желаем тебе скорейшего выздоровления. Мы очень надеемся, что твоя жизнь скоро будет совершенно нормальной и обычной. С отличным здоровьем. Мстислав, выздоравливай поскорее. Мы с тобой. Все, кто может помочь мальчику, могут перечислять денежные средства маме Мстислава или по реквизитам благотворительных организаций «Триединство» и «Островок надежды», которые вы видите на своих экранах. Улыбай, не разрывайся, и не раздавай, не за что не сдавайся. Александра Литкова, Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Юные гонщики вернулись домой с медалью. 5 и 6 марта в городе Усинск проходили соревнования по картингу. О том, как прошли соревнования, какие места заняли северяне, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Звук мотора стал уже родным для Ильи Власова и Андрея Пуляева. Ребята пришли в автоспорт три месяца назад, но уже успели побывать на соревнованиях в городе Усинске. И вернулись домой с первой победой, заняв третье командное место. Я познакомилась по телефону с тренером из Усинска, Вокуев Петр Николаевич. Он предложил нам приехать на соревнования, привезти своих детей обзорно. Даже нам не пришлось вести свою технику, нам предоставил все город Усинск. Выезд на соревнования осуществился за счет родителей и спонсора. С их помощью тренер двое юных гонщиков и сопровождающий отправились покорять зимнюю трассу, с которой возникли сложности. Ведь в Наринмаре ребята тренируются на бетонном покрытии. Зимняя трасса для них – новый опыт. Ну, помогло заходить без заносов и ехать быстро в некоторых местах. Илья и Андрей пришли в картинг, потому что ребятам нравится скорость. Как признаются юные гонщики, им совершенно не страшно. Картинг – это отдельный вид спорта со своими правилами и достижениями. На своих первых соревнованиях Андрей Пуляев получил третий юношеский разряд и на этом не собирается останавливаться. Ездим, делаем себя лучше и повышаем секунды. Картинг – первая ступень автоспорта. Как признался нам тренер, бояться его не стоит. Ребята развивают скорость всего 15-20 км в час. Хотя со стороны кажется, что карты буквально несутся по трассе. И к технике безопасности здесь относятся более чем серьезно. Ребята приходят сначала, соответственно, небольшой, теоретический. Рассказываем, как правильно, какие повороты проходятся, в какой нужно траектории именно заходить. После этого небольшая физическая разминка. Приступаем к заездам. Ну, соответственно, ребята молодцы. Все получается, все тренируются. Как признался нам тренер, в ближайшем будущем ребят научат и техническому обслуживанию карт. Чтобы они не только умели быстро ездить, но и понимали, благодаря чему им это удается. Ну и, конечно же, после достаточно успешного выезда на соревнования никто не собирается останавливаться на достигнутом. После возвращения ребят все родители и дети были вдохновлены. И в июне месяце у нас будет общий, наверное, скорее сбор. И мы поедем на соревнования получать свои регалии, чтобы ребята получили разряды. Теперь у ребят из Наринмары есть возможность развиваться в автоспорте и завоевывать призовые места не только на межрегиональных соревнованиях, но и более высокого уровня. Елизавета Кабанова, Антон Бодряков, Телеканал Север. В регионе завершилось первенство Ненинского округа по волейболу среди общеобразовательных организаций в рамках проекта «Волейбол в школу». В соревнованиях приняли участие 27 команд. Кто оказался лучшим из лучших, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На протяжении 10 дней школа города поселков Искателей Красного соревновали за звание лучших из лучших. Наша съемочная группа побывала на финальном матче среди девочек младшей возрастной группы. Игра была напряженная. На поле ни одна команда не собиралась проигрывать и уступать первое место. Трибуны скандировали, болельщики не умолкали, поддерживая команды. И вот она, самая последняя атака. Сборная команда школы номер 3 второй год подряд занимает первое место. Девочки уже сыгрались, знают свои слабые и сильные стороны. При этом отмечают высокий уровень подготовки соперниц и признаются, что борьба за первое место была напряженной. На высоком уровне показала себя и команда соперниц из четвертой школы. Девочки еще только начали вместе тренироваться, но, несмотря на это, выступили достойно. Мне кажется, все соперники одинаково сильны примерно, так как мы занимаемся в одних тех же учреждениях. Команды сильные, соперники достойные. Своё второе место, заслуженное серебро, девочки посвятили своему тренеру, который находится на больничном и не смог присутствовать на игре. Мы Юрию Ивановичу передаем привет нашему тренеру. Всего в соревнованиях приняли участие 27 школьных команд. Игры проходили по двум возрастным группам. Среди девушек и юношей 2007-2008, а также 2005-2006 годов рождения. В завершение соревнований поздравить победителей и призеров пришел руководитель Департамента образования, культуры и спорта Нинецкого округа Антон Пустовалов. Я вам желаю большой удачи во всех ваших начинаниях, особенно в спорте. И мы вместе, одной большой командой, всегда можем достичь серьезного успеха. Завершение. Места распределились следующим образом. Младшая группа среди девушек. Бронзу взяла пятая школа, серебро у четвертой, а победителем стала школа номер три. В группе юношей 2007-2008 годов рождения третье место на пьедестале заняла школа-поселка Красное. Второе место за школой номер три. А победу одержала школа номер четыре. У старших девушек бронзу взяла пятая школа, серебро у первой школы, золото за школой номер три. Среди юношей 2005-2006 годов рождения третье место у ребят школы номер четыре. Второе место заняла первая школа, а на верхней ступени пьедестала школа номер три. Команды победителей в младшей возрастной группе будут представлять наш регион на всероссийских соревнованиях «Серебряный мяч» в городе Петрозаводске. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В марте отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Более двух миллионов человек наблюдаются у врачей. Остальные или не замечают проблему, или считают, что сами могут с ней справиться. Почему избыточный вес может быть опасен для здоровья и как держать себя в тонусе, расскажем в следующем сюжете. Физические нагрузки и правильное питание – залог успеха. На сегодняшний день, чтобы придерживаться здорового образа жизни, нужно соблюдать ряд правил, с помощью которых можно контролировать состояние своего здоровья. Вообще есть главных три правила. Это ежедневная активность суточная, также сколько мы потребляем еды, калорийность за сутки и сон. То есть обязательно нужно высыпаться, это минимум 7-8 часов. На первый взгляд для человека, страдающего ожирением, счет суточной калорийности и правильное распределение физической активности – достаточно трудное дело. Для поддержания в тонусе состояния организма следует придерживаться значений и нормы полезных веществ. В сутки на один килограмм веса необходимо потреблять полтора грамма белка, один грамм жиров и два грамма углеводов. Есть, например, быстрые углеводы, где больше находится сахара, это сладкие, получается, сладкая еда, это шоколадки, булочки. И есть сложные углеводы, например, гречка, рис и подобные продукты. То есть сложные углеводы, они полезнее, и в них больше питательных веществ, и они дольше задерживаются в организме и приносят больше энергии. Однако врачи отмечают, самое важное при соблюдении диетического питания – избегать голодовок. Наиболее безопасное – это снижение массы не более чем на 5-10% в месяц от исходной массы тела. Здесь нельзя допустить полного голодания. Здесь нужно довести в соответствие белково-углеводно-жирового состава пищи. И питание должно быть сытным. То есть голодать при ожирении нельзя. Если вы все-таки решили взять себя в руки и привести свое тело в комфортное для вас состояние, самое главное – подобрать комплекс тренировок для правильного распределения физической активности. Начать с регулярных тренировок. То есть нужно выстроить его план тренировочный, чтобы все тренировки у него были постоянные, чтобы он не пропускал. И чем больше он двигается, тем лучше, например. У него должны быть, например, три тренировки в неделю, и вместо этих тренировок он еще должен гулять каждый день, например. Лишний вес влияет не только на опорно-двигательный аппарат и нарушение желудочно-кишечного тракта, но и на сердечно-сосудистую систему. От повышенной массы тела увеличивается нагрузка на сердце. Это в том числе и объем крови, который сердце должно перекачать, чтобы насытить кислородом лишнюю массу тела. И также жирение здесь, накопление жира не только в теле, но и вокруг сердечной мышцы. Наше здоровье напрямую зависит от нас самих. Эксперты рекомендуют больше двигаться, гулять на свежем воздухе, правильно питаться и самое главное – высыпаться. Ведь от этого зависит качество нашей жизни. Выбор за вами. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...